Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, слышно меня будет хорошо. Прошу прощения, что сегодня без видеосвязи. Если слышно меня хорошо, пожалуйста, нажмите огонечек, чтобы я понимала, слышите вы меня. Спасибо большое. Во-первых, хотелось бы действительно поздравить всех с праздником, с Днём Учителя. Ну и начнем наш сегодняшний вебинар. Это сенсорная комната и ее элементы в работе педагогов. Если говорить о том, что же такое сенсорная комната, это окружающая среда, организованная таким образом, чтобы в нее входили различные стимуляторы, так или иначе воздействующие на органы зрения, обоняния, осязания, слуха и вестибулярные рецепторы. Наличие в такой комнате разнообразных элементов обеспечивают ощущение безопасности, умиротворенности и комфорта. То есть человек себя в такой комнате чувствует расслабленно. К подобным элементам для комфорта и безопасности относится особая цветовая гамма, мягкий приглушенный свет, спокойная музыка, какие-либо ароматы, которые могут помочь человеку в том, чтобы он расслабился. И использование этих элементов дает положительную динамику в развитии как детей, так и взрослых. Что касаемо содержательных вопросов вебинара, это назначение и оборудование сенсорной комнаты, зачем она нам нужна и что в нее входит. Следующее это будут функциональные блоки сенсорной комнаты, то есть показания к занятиям в сенсорной комнате и методы работы в сенсорной комнате. Все это мы постараемся сегодня успеть с вами рассмотреть. Сразу немножечко отвлекусь, коллеги. Если есть какие-то вопросы, чтобы их не потерять в чате, пожалуйста, отправляйте в папочку «Вопросы». Тогда мы будем их видеть. И уже непосредственно во время вебинара я отвлекаться на них не буду, а немножечко позже я на них обязательно отвечу. Более 40 лет назад в Голландии зарождается идея стимулирования систем восприятия и в искусственно созданной среде. Изначально она разрабатывается для детей с низкой мотивацией к обучению. И понятие сенсорная комната впервые вводит Мария Монтестори. Все мы ее с вами знаем. Это итальянский педагог, доктор и ученая. Ее понимание — это помещение с большим количеством обучающего материала для детей. Это помещение может быть в медицинском, учебном или реабилитационном центре. Такие комнаты на данный момент пользуются очень большим спросом. Как я уже сказала, что сенсорная комната — это специально организованное пространство. какие же стимуляторы могут быть применены в сенсорной комнате? Извините, отвлеклась на чат. Стимуляция зрительного аппарата. То есть мы стимулируем наши глазки. Помогает структурам глаза быстрее адаптироваться к цветам, освещению, разной интенсивности. Следующее — это стимуляция слуха. Помогает различать звуки разной тональности. Стимуляция тактильных ощущений обогащает опыт, делает индивидуальную картину мира ребенка богаче. Я сегодня буду говорить по большей части о детях, но будет там у нас в конце небольшая вкладка, как сенсорную комнату можно использовать не только для детей, но и для взрослых. Это тоже дает большой положительный результат. Также сенсорная комната, она стимулирует вестибулярный аппарат, что немаловажно для дальнейшей жизни. Также она тренирует скорость реакции, ощущение себя в пространстве и равновесие. Благодаря процедурам стимуляции различных сенсорных систем мы можем добиться таких эффектов, как расслабление, это снятие мышечного и эмоционального напряжения. Комната очень часто используется для детей с ненормативным развитием, но при этом очень часто можно использовать комнату, сенсорную комнату для детей в период адаптации. То есть, когда дети идут, допустим, в детский сад, когда дети идут в школу, в первый класс. Следующее – это стимуляция сенсорного восприятия и двигательной активности. Также у нас идет развитие концентрации и управления вниманием, повышение положительных эмоций за счет стимулирования психической и познавательной активности. Я говорила в самом начале, что сенсорная комната была придумана для того, чтобы дети больше были замотивированы к учебе. Также сенсорная комната развивает правое полушарие головного мозга, а значит, она развивает у нас творческие способности и воображение, также интуицию. Еще направлена на коррекцию и восстановление зрительно-моторной координации, коррекция и восстановление рецепторной чувствительности, то есть она развивает восприятие наших рецепторов, коррекция психических состояний, то есть снижение агрессии и тревожности, и профилактика умственного и физического переутомления. Это такая зона расслабления в момент перегрузки нашей нервной системы, что тоже немаловажно. Где же могут применять нашу сенсорную комнату? Давайте тоже рассмотрим этот момент с вами. Комнаты психоэмоциональной разгрузки применяются в различных детских учреждениях. Раньше, наверное, мы с вами, многие психологи, педагоги, наверное, меньше, привыкли слышать о том, что комнаты психоэмоциональной разгрузки не для детей, а для взрослых есть в тех организациях, где идет именно перегрузка нервной системы. То есть это сотрудники МЧС могут пользоваться, допустим, для некоторой организации, для сотрудников скорых делают именно комнату психоэмоциональной разгрузки. Также в нашей армии имеются тоже такие комнаты. Но именно этот опыт многие психологи стали перенимать и делать такие комнаты для детей. Они стимулируют активность детей с низкой мотивацией к учебе. Также рекомендуется использование сенсорных комнат с аутичными детьми. К сожалению, по статистике ежегодно количество детей с аутизмом, их процент с каждым годом растет все больше и больше. Также используется с детьми с психомоторными расстройствами и расслабляет... Да, вот кто-то пишет, железнодорожники тоже имеют такие комнаты. Да, не указала. Вернемся к нашему моменту. Они расслабляют деток с повышенной агрессией, с тревожными расстройствами и гиперактивностью. То, что касаемо нашего сегодняшнего, сегодняшней информации, сенсорная комната сама по себе очень финансово затратна. это большие вложения, и, к сожалению, наверное, не все школы, не все детские сады имеют возможность обустроить сенсорную комнату в том моменте, как именно она должна быть. Но любой педагог может внести какие-то элементы сенсорной комнаты в свое учреждение. И это будет тоже большим плюсом. Вот кто-то пишет, не можем позволить себе такую роскость. Расскажу некоторые моменты, которые вы можете включить, но элементы сенсорной комнаты. Естественно, не всю сенсорную комнату, потому что это действительно очень затратно. Где же мы можем применять сенсорную комнату? Первое, это начнем с самого низкого возраста и будем подниматься немножечко выше. Для детских садов это комнаты предназначены для развития детей, формирования картины мира. Занятия проходят в этой комнате в игровой форме, через ее активную стимуляцию с расслаблением. Сенсорные комнаты в детских садах могут быть обустроены сухими бассейнами с разноцветными шариками, воздушно-пузырьковыми колоннами, интерактивными панелями, сенсорными датчиками, мягкими пазлами, конструкторами, звуковым оборудованием и бескаркасной мебелью. То, что касается оснащения, сейчас я вам перечислю, какое оснащение может быть в какой организации, потом я его покажу наглядно. Сейчас на картинке не будем отвлекаться, пока такая информация, потом покажу, как выглядит все это. А также сенсорную комнату можно использовать в школах-интернатах. В школах-интернатах организовывают специальные игровые комнаты, обустроенные, опять же, мягкой мебелью, развивающими играми, проекторами, музыкальной системой и прочие обучающие устройства. А занятия нацелены на то, чтобы дети расслаблялись после учебного процесса и при этом не теряли мотивацию. Следующий момент, где мы с вами можем использовать сенсорную комнату, это больницы и социальные учреждения, где дети находятся на лечении по долгу. Для больниц помещение сенсорной стимуляцией организуют в целях реабилитации детей. Чаще всего это при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, чаще всего это дети с ДЦП и дети с нарушениями и психологическими расстройствами. Они тоже входят в эту категорию. Они оснащены чаще всего ортопедической мебелью, сухими бассейнами, сенсорными панелями и различными массажными тренажерами для развития опорно-двигательного аппарата. А также сенсорная комната является очень большим помощником для кабинета психолога. В кабинетах психолога организовывают пассивные и релаксационные комнаты. О них мы тоже сегодня с вами поговорим и я скажу, по типу они могут быть. В них ребенок может почувствовать себя в безопасности, привести эмоциональный фонд в порядок. они эффективны для развития сенсорного восприятия детей, чаще всего с аутичными расстройствами. Какие же есть у нас типы сенсорных комнат? Типы сенсорных комнат, эффект восстановления гармонии с собой и окружающим миром достигается с использованием двух основных видов деятельности. Это активная, у нас идет стимуляция умственной физической активности в обучении и играх с использованием тонизирующих стимулов. То есть здесь у нас ребенок ведет активное занятие в этой комнате. Следующее это пассивное нахождение в среде, стимулирующее кинестетическое восприятие, это чувство, эмоции, тактильность и с использованием расслабляющих стимулов. Зависимо от оборудования материалов и преобладающего света, комнаты психологической нагрузки могут делиться на три типа. Светлая активная, темная пассивная и игровая. Давайте рассмотрим с вами светлую активную ассансомоторную комнату. В такой комнате преобладает дневной свет и свет от осветительных приборов. Светооптический эффект создает атмосферу праздника, веселья, стимулирует умственную и физическую активность. Для усиления света в комнате могут устанавливаться зеркала, зрительно которые увеличивают помещение. Сочетание с яркими деталями, атомизирующими звуками, рисковатыми какими-то запахами на все органы чувств приводит в состояние возбуждения, то есть активизирует их. Тактильные ощущения часто стимулируются массажными приборами. Например, очень известны это акупунктурные коврики. Покалывание воздействует на активные точки поверхности кожи и рецепторы, которые посылают импульсы в нервную систему. Светлые активные комнаты устанавливают в школах, интернатах, садиках и развлекательных центрах. Что касаемо темной или пассивной релаксационной комнаты, что же входит у нас здесь, как она должна быть у нас организована. Темная пассивная релаксационная комната в темной сенсорной комнате оснащение способствует расслаблению, восстановлению психоэмоционального состояния, успокоению. Она снабжена световыми приборами, которых нет в светной комнате. То есть у нее рассеянный свет, фиброоптические изделия, на них мы тоже сегодня с вами посмотрим, как они выглядят. Они создают эффект звездного неба или звездного дождя. Исходя из личного опыта, дети очень любят именно этот рассеиватель и звездный дождь. Дополнительными стимулами могут выступать звуки природы, успокаивающая музыка, какие-то приятные нерезкие запахи и нейтральные цвета. Комната расслабления является неотъемлемой частью реабилитации у психологов, если дети страдают неврозами, гиперактивностью, тревожное состояние детей, они в этот момент успокаивают детей, задержка психомоторного развития, проблемы речи и адаптационное расстройство. Я говорила сегодня, что сенсорные комнаты могут быть, допустим, в детских садах или школах применены в момент адаптации детей. Следующее очень интересное это сенсорная комната игр и приключений. здесь она обустроена мягкой мебель до разной формы, поверхностями различных текстур. Цель такого типа комнаты ознакомить ребенка с разнообразием окружающей среды, помочь в развитии моторики, чтобы задействовать все органы чувств в игровой форме, применяя темный яркий свет, нейтральные броски цвета, музыку, картинки с всевозможными изображениями, какие-то пазлы, массажные коврики, развивающие игры. Используют такие комнаты в учебных учреждениях и в развлекательных центрах. Сейчас очень много стало именно развлекательных центров и сенсорные комнаты они используют не в плане какой-то коррекции, а именно в плане игры и именно развлечения. Оборудование сенсорных комнат. Для сенсорных комнат необходимо выделение отдельного помещения, но, к сожалению, не все учреждения могут выделить отдельное помещение. Тогда это можно сделать, включить элементы сенсорной комнаты в кабинете логопеда либо в кабинете психолога. И в идеале, конечно, можно его разбить на несколько зон, которые предназначены для стимуляции разных сенсорных систем или зон, в которых будет преобладать конкретная активность. Если мы разбиваем это на несколько видов, то у нас предусмотрено пять видов сред, в которые окунается ребенок. Первая среда это зрительная. Она предназначена для снятия нервного и мышечного напряжения. это основной вид и основной метод воздействия на человека, потому что мы знаем, что основную информацию мы получаем именно благодаря зрению. Для воздействия на зрение используется свето- и цветотерапия, так как цветотерапия особенно эффективна в осенне-зимнее время, когда снижается активность человека, людям не хватает света, и от этого очень часто наступает депрессия. Светотерапия призвана улучшить иммунное состояние человека, нормализовать уровень гормонов, а также она ответственна за передачу информации между клетками и тканями в организме. Цветотерапия использует закон влияния цвета на наше настроение. Допустим, мы знаем, что синий и зеленый это успокаивает нас, снимает напряжение, и не случайно именно синим и зелеными цветами рекомендуется окрашивать стены в общеобразовательных учреждениях. У каждого цвета есть определенная своя задача. Следующая среда это у нас тактильная среда, тоже немаловажная среда. Она дает возможность получить новые ощущения и способствует развитию тактильной чувствительности. благодаря ей ребенок учится не путать свойства предметов и тренирует зрительную и моторную координацию. Следующая, третья, это мягкая среда. предназначена для создания ощущения уютного и комфортного пространства. То есть, здесь ребенок чувствует себя в безопасности, когда вокруг него мягкая среда. и мягкая среда идеально подходит для выполнения задачи релаксации. Следующий момент, это у нас звуковая среда, она предусматривает спокойную музыку, которая часто объединена со световыми эффектами. Это совместное влияние придает расслабление и чувство покоя. Осуществляется стимуляция зрительных и слуховых рецепторов, проявляется исследовательский интерес. Что касается звуковой и зрительной среды, смотрите очень внимательно, есть детки, у которых либо эпилепсия, либо эписиндром. Здесь нужно быть очень внимательным к зрительным эффектам и звуковым. Это не должны быть ритмичные вспышки. Лучше зрительную среду вообще отключать для детей с эпилепсией и звуковая среда тоже не должна быть ритмичной, потому что это может вызвать приступы эпилепсии. Следующее, пятое, это у нас воздушная среда или ароматерапия. Буквально несколько лет назад это было прям пиком использования у психологов, сейчас немножечко подспала эта активность с ароматерапией, но при этом ее тоже рекомендуется использовать. Она воздействует запахами, преимущественно это влияние запахов природы и натуральных эфирных масел на организм. В соответствии с имеющимися болезненными состояниями или отклонениями в развитии, каждый аромат имеет свое влияние на органы и систему человека. Что касаемо нашей воздушной среды и ароматерапии, здесь тоже нужно быть особенно внимательными. Почему? Потому что очень много детей аллергиков. Моя рекомендация вообще, когда вы принимаете ребенка в любое учреждение, будь это детский сад, детский сад естественно, занятия дополнительные, школа и все остальное, даже он просто у вас приходит на первую консультацию, тут же выяснять, на что у ребенка аллергия, потому что могут быть не очень хорошие последствия. Оборудование все можно разделить на несколько подкатегорий. оптическая, мы с вами тоже сегодня все рассмотрим. Световые панели, система прожекторов, зеркала, зеркальные шкафы, фиброоптические изделия, светодиодные ленты, музыкальная, но это обычный центр или ноутбук, ароматическая, аромалампа, аромасвечи, подвески с какими-либо сухими травами, кстати, подвески можно делать и самостоятельно с сухими травами, здесь у вас будет и развитие мелкой ароматорики и определенный уже потом элемент использования. Также соляные лампы и ароматизаторы воздуха, мягкое игровое оборудование это пуфы, подушки, мягкие конструкторы, тоннели, сухие бассейны, бывают разного размера и формы, стандартный вариант это бассейн наполненный мягкими шариками, сложный это виброрежим или музыкальное сопровождение, но, наверное, к сожалению, доступно не для всех учреждений именно это оборудование. Следующее это воздушно-пузырьковые трубки или колонны, меняющие свой цвет, тактильные сенсорные панели, массажные коврики, замки, барабаны с шариками, другие предметы, которые можно крутить, открывать, закрывать или передвигать. Развивающие модули для рисования песком, мольберты, звуковые, музыкальные и зеркальные панели. Для вестибулярного аппарата балансировочные диски, балансировочные доски на роликах с лабиринтом или качели. Тоже сейчас балансировочные доски, у них такой пик их развития и, наверное, многие из вас видели их и, может быть, даже кто-то применяет в использовании. И еще один вид это реабилитационные для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, ортопедические кресла, столы или какие-либо массажеры. Что касаемо оборудования для светлой сенсорной комнаты. В активной сенсорной комнате должно быть, как я уже говорила, много света и ярких игровых элементов. Какие же изделия мы с вами можем использовать? Прожектора, светодинамические приборы, устройства, которые проектируют узоры на стены. Касаемо прожекторов, как я уже говорила, дети, у которых есть эписиндром или эпилепсия, их мы не используем. Следующее, бизиборды. Это тактильные панели с набором разных деталей, кнопок, замков, прищепок и прочих. Бизиборды очень часто используют для маленьких детей. Сенсорные дорожки, дорожки с разными материалами, эмассирующие стопы и ладони. Вот, допустим, бизиборды, их можно изготовить даже самостоятельно. Сенсорные дорожки тоже самое. Это не затратные элементы, но очень помогающие в нашей работе. Следующее, уже немножко подороже, это сухие бассейны различной формы, наполненные мягкими шариками. Это действительно затратно. Мягкая мебель, наполненная гранулами, это наши кресла-мешки, бесперкасная мебель. Тактильное игровое панно, это игровая панель из какого-то мягкого материала. Мягкие пазлы, домики, лабиринты, столы для рисования песков, мольберты и ширмы. Что касаемо столов для рисования песков, их тоже можно даже изготовить самостоятельно, для того, чтобы дети могли проявить себя на занятиях. Что касаемо самих приборов, это у нас представлено на слайде различные бизи-борды, их тоже можно изготовить самостоятельно. Здесь мы с вами видим различные краны, розетки, трубки, шнуровки и так далее. следующее это сенсорные дорожки. Справа мы с вами видим уже готовую сенсорную дорожку, а слева здесь сенсорная дорожка, изготовленная самостоятельно, то есть мы с вами можем ее тоже изготовить самостоятельно и применять на своих занятиях. Сухие бассейны могут быть разной формы и точно также применяться в различных сенсорных комнатах. Следующее это мягкая мебель, бескаркасная вот сейчас представлена темная сенсорная комната, пассивная. Это мягкие модули, точно также можем использовать столы для рисования песком, альберты и ширмы. следующий момент это оборудование для темной сенсорной комнаты. Пассивная сенсорная комната должна быть оборудована световыми приборами, которые рассеивают свет расслабляющими устройствами. Что же мы с вами можем применять? Какие примеры изделий? Зеркальные шары и световые пушки к шарам, световые шторы, воздушно-пузырьковые трубки, оптоволоконные пучки, светильники, проекторы, звездное небо, океан, пламя, лава-лампа, которые перетекают одна с одной, светодинамические приборы, мягкая мебель, наполненная гранулами, соляные лампы, ароматизаторы воздуха и сухие бассейны. Большим плюсом будет, если они будут с подсветкой. Давайте посмотрим с вами, как выглядит темная сенсорная комната. Мы с вами вот видим светодинамические приборы. Здесь у нас слева трубки пузырьковые, воздушно-пузырьковые, справа это так называемый дождь. Дети тоже очень любят, потому что у них это вызывает эффект такой сказки и они с таким выражением и интересом занимаются в этих комнатах. Следующее это светильники. Мы с вами слева видим звездное небо и могут быть еще океан, пламя и лава-лампа. Они тоже устанавливаются в темных сенсорных комнатах. Сухие бассейны с подсветкой. Чаще всего это у нас обычные сухие бассейны, но есть и вот такие сухие бассейны с подсветкой. Оборудование для сенсорной комнаты игр и приключений. В игровой сенсорной комнате можно комбинировать оборудование для светлой и темной комнаты. Что же мы с вами можем здесь применить? В игровой сенсорной комнате можно применять бизиборды, светильники и световые приборы, игровые пану и панели, развивающие игры, Музыкальные приборы, мягкую мебель, сухой душ, столы для рисования песком, мольберты, ширмы для кукольного театра. Ну, часть оборудования мы с вами посмотрели, но вот еще такой вариант сухого душа. Я думаю, что сухой душ изготовить может у нас, наверное, ну, любой педагог, да, это финансово может и затратно, но его покупать не нужно, да, мы можем, допустим, из Бен сделать вот такого вот образа сухой душ. Как проходят занятия в сенсорной комнате? Занятия в комнате дарят ощущение безопасности, расслабленности, радости. Они проводятся по наблюдениям специалиста. Это не просто посещение ребенка сенсорной комнаты, а должна быть определенная программа, график посещения и пребывания. В отличие от обычной игровой комнаты, сенсорная комната не является только местом для отдыха. Ребенок в ней должен делать определенные упражнения с использованием оборудования. А внутри сенсорной комнаты ребенок должен использовать все элементы. Например, потрогать ладонями и стопами поверхности разного типа. То есть здесь мы наши тактильные ощущения развиваем. Также прислушаться к звукам музыки, почувствовать запахи, определить цвета, сконцентрироваться на свете. Здесь мы предлагаем ребенку сконцентрировать все его анализаторы и проверить их работу и задействовать их в момент посещения сенсорной комнаты. А педагог ставит акцент на ощущениях, отмечает их. Занятия могут быть индивидуальными и групповыми. Но если вы берете групповое занятие, то это должно быть 3-6 человек, не больше. Почему? Как правило, сенсорная комната, она небольшая, чтобы дети друг другу не мешали. И до 6 человек, тогда педагог, тогда психолог может непосредственно поработать с каждым ребенком частично индивидуально. Количество посещений зависит от динамики и прогресса. Продолжительность пребывания внутри комнаты устанавливают специалисты. Занятия для развития для акций 15-30 минут. Занятия для коррекции психических состояний 50-60 минут. Что касаемо самих занятий. Вводная часть – это приветствие и привыкание к среде. Также разминка. Что касаемо детей с ненормативным развитием. Если это дети, допустим, с аутистичным синдромом, то им, естественно, на привыкание нужно намного больше времени. Поэтому это тоже необходимо учитывать. Следующая – это основная часть упражнения с использованием сенсорного оснащения. И заключительная часть – это подведение итогов и прощание. Правила использования сенсорной комнаты. Мы объясняем детям, что чтобы пребывание в нашей комнате принесло пользу, нужно придерживаться таких правил. При входе мы обязательно снимаем обувь. Так как у нас на ногах, мы знаем, находится очень много точек, которые необходимо стимулировать, поэтому обувь мы снимаем. При наличии каких-то инфекционных заболеваний, естественно, мы отправляем ребенка домой. Школьные принадлежности, еда, напитки и все эти предметы должны остаться за пределами комнаты. Дети не должны мешать друг другу выполнять упражнения. То есть мы объясняем детям, что мы сюда пришли не развлекаться, а мы сюда пришли заниматься. Так, минуточку, извините. Организация и оформление сенсорной комнаты. Дизайн сенсорной комнаты зависит от ее типа. Главное, это ограниченное взаимодействие оборудования, создание атмосферы волшебства и живой сказки. Потому что если эта сенсорная комната будет обычной для детей, то должного эффекта она не даст. Свет не должен быть в виде в глаза. Видеопроекции должны постоянно меняться, но при этом быть плавными и без резких вспышек. Также необходимо и рекомендуется использовать прилавление света. Допустим, как я уже говорила, стеклянные или зеркальные предметы. Что касаемо музыки, музыка должна дополнять общую атмосферу, но при этом не привлекать отдельного внимания. Касаемо размещения колонок, лучше их разместить в разных углах нашей комнаты, чтобы звук шел как бы с разных сторон и опутывал ребенка. В звуке не должно быть помех, каких-то шумов, скрипов и так далее. Поскольку запахи, это уже касаемо ароматерапии, поскольку запахи могут оказывать разные эффекты, они должны быть в темной комнате успокаивающими, светло-тинизирующими. Для реактивной комнаты это могут быть запахи мяты, мелиспы, лаванды. Для активной это запахи цитрусовых. Для игровой это хвойный анис, масло чайного дерева. Можно также дополнительно поставить соляные лампы. Но опять же, ароматерапия здесь у нас должно быть момент того, что мы должны обратить внимание на аллергию. Мягкое оборудование должно подстраиваться под тело. Идеальный вариант это наше бескаркасное кресло. Должно быть мягким и не иметь острых угру улов. И брать мебель, которую мы можем использовать в игре. Направление использования сенсорной комнаты это снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, активизация различных функций центральной нервной системы за счет создания обогащенной мультисенсорной среды, стимуляция ослабленных сенсорных функций, развитие двигательных функций, создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к проведению других лечебных процедур и также повышение мотивации к обучению. Могут использоваться для педагогической коррекции детей в домах ребенка, проведение коррекционных занятий, имеющих различные санктомоторные нарушения, допустим, детьми с синдромом РДА, детьми с аутизмом. Коррекция игровой деятельности для решения каких-то школьных проблем, допустим, это снятие стресса в период подготовки к экзаменам, либо адаптация, реабилитация людей с повышенной агрессивностью и аномальным поведением, также реабилитация людей, подвергшихся насилию и другим стрессовым ситуациям, развитие познавательной деятельности у людей с психоневрологическими отклонениями, психоэмоциональных тренингов для специалистов, работа, которая связана с острыми стрессовыми ситуациями. Об этом я говорила сегодня в самом начале. И также могут использоваться логопедами для развития речи и диагностики больных с нарушением слуха и речи. Но общие рекомендации по использованию. Время сеанса в комнате 40-45 минут. Но опять же я говорила, что времени сеанса все зависит от цели, которую вы перед собой ставите. Для возбудимых детей длительность сеанса должна быть сокращена, чтобы не перегрузить нервную систему. При использовании сенсорной комнаты как помещение для психотерапии, если вы конкретно как психотерапию используете, это определяет психотерапевтам индивидуально. После посещения сенсорной комнаты человек должен ощущать покой и отдых, даже если занятия направлены на развитие определенных когнитивных процессов. Тем более, если была поставлена четко определенная цель нормализации психоэмоционального состояния. Здесь у нас наша нервная система, нашего клиента, нашего ребенка не должна быть перегружена. Важно задействовать эмоциональный фактор, который обеспечит большую продуктивность за минимальное время. Форма проведения занятий зависит от индивидуальности и творческого подхода пациента и педагога-психолога, либо же психолога. Количество человек на занятиях определяется целями работы, возрастом и размерами помещения. Занятия с детьми могут проводиться индивидуально, особенно если необходимо достичь релаксационного эффекта. При использовании сенсорной комнаты по релаксации взрослых допустимо до 15 человек. С детьми занятия должны проводиться в форме игры, и все зависит от индивидуальных особенностей детей. Но не все так прекрасно, не все так хорошо. Есть и противопоказания для проведения сеансов в сенсорной комнате. Глубокое умственное осталось и инфекционное заболевание. Частичными противопоказаниями являются наличие у пациента эпилептических припадков, об этом я тоже сегодня упоминала. В последнем случае используются только релаксационные приемы. Стимуляцию мы не используем. При работе с людьми, имеющими неврологические нарушения, необходимо учитывать специальные рекомендации неврологической нарушения готовности. Нельзя использовать мигающие световые приборы, какую-то ритмическую музыку, чтобы избежать ухудшения состояния. При работе с гипервозбудимыми детьми, необходимо снизить нагрузку на асенсорику, исключить элементы активной стимуляции. При работе с тревожными детьми, нужно исключить резкие переходы от одного стимула к другому, чтобы не пугать детей и чтобы не развить их тревожность еще больше. Для работы можно использовать цвета, цвета, звука и ароматерапию, как я уже говорила, но ответственная роль – это у нас, нашим глазам. Посредством глаз мы получаем до 90% информации. Помимо этого, красивая пища для глаз – это лучшее средство, чтобы снять нервное мышечное напряжение. Светотерапия может помочь тем, кто страдает с сезонной депрессией. Цветотерапия используется для влияния на настроение и общее состояние человека. Уже сотни лет назад египтяне говорили о том, что цвет очень лечит. То, что касаемо цветов, красный цвет активизирует, стимулирует, оранжевый восстанавливает, согревает, стимулирует, желтый укрепляет и тонизирует, зеленый компенсирует энергетические потери, ослабляет напряжение, успокаивает. Синий, опять же, успокаивает, сдерживает и охлаждает эмоции. Фиолетовый вдохновляет, успокаивает, снимает напряжение. Рекомендации по использованию в разных возрастных группах. Являются одним из направлений медико-педагогической коррекции детей первого года жизни с пренатальным поражением ТНС. Занятия проводятся в основном индивидуально, иногда в малых подгруппах, поощряется присутствие на занятиях близкого ребенка человека, чаще всего это мама. Такие занятия. Длительность определяется, опять же, индивидуально. Длительность тоже подбирается индивидуально. Перед началом проводится диагностика, в ходе которых выявляется наиболее отстающая сфера развития, на которую направляется основное стимулирующее действие. Первое – это корректировка зрительно-моторной коррендинации и ориентировочных реакций. Для этого по очереди используется, допустим, пузырьковая колонна, зеркальный шар и другие световые стимулы, подвижные конструкции или же мобайлы. Второе – это коррекция слуховых ориентировочных реакций. Татьяна Викторовна, краем глаза увидела, что звук пропадает. Сейчас тоже. Если слышно хорошо, огонечек поставьте, пожалуйста. Так, все, наверное, я вернулась. Все хорошо, спасибо большое. На коррекцию слуховых ориентировочных реакций для этого используются различные музыкальные инструменты, повлимушки, колокольчики. Важно, чтобы используемые инструменты имели звуки разной высоты и интенсивности. Для того, чтобы ребенок научился поворачивать голову к источнику звука, нужно необходимо сначала использовать яркие и звучащие игрушки. Для развития тактильных ощущений применяются предметы различной формы и разного материала. Для развития эмоциональной сферы на первом году непосредственно эмоциональное общение ребенка со взрослыми является ведущей линией его нервно-психического развития. Сенсорная комната позволяет обогатить ребенка положительными эмоциями. При этом сенсорная комната развивает общую моторику, удобно проводить работу по стимулированию и развитию общих движений, так как мягкие маты на полу и стенах создают безопасную обстановку, где ребенок защищен от падений и ударов. Мягкое пространство позволяет малышу свободно передвигаться по комнате, и родителям ничего не бояться. Следующий момент – это дошкольный возраст. Он является сензитивным для развития восприятия. На его основе развивается память, внимание, мышление. В основе формирования и развития высших психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во внутренний. Развитие восприятия различной модальности создает ту первичную базу, на которой начинает формироваться речь. Это слова льва Семена Чевыгодского, поэтому очень важно при различных нарушениях особое внимание уделить развитию восприятия. Можно выделить два направления. Это развитие рецепторов, содержащихся в коже, и развитие рецепторов, находящихся в мышцах, сухоставах и сухожилиях. Что касаемо подросткового возраста, это такой, так называемый, колючий возраст, как мы можем использовать здесь сенсорную комнату? Спектр работы с данной возрастной категорией довольно широк. Подростки часто недоверчиво относятся к взрослым, поэтому необходимо в начале работы наладить с ними отношения. Сенсорная комната создает безопасную дружественную обстановку, которая как раз способствует созданию доверительных отношений. Она такой мостик к нашим подросткам. Для этого необходимо решать ряд задач. Восстановление эмоционального комфорта, снятие тревоги, создание чувства безопасности, защищенности, достижение релаксирующего эффекта, возвращение способности ощущать свое тело, восстановление тактильной чувствительности, развитие позитивного общения и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. И сенсорная комната для взрослых. Это никто не отменял. Взрослые тоже у нас очень любят посещение сенсорных комнат. Комнаты сенсорной разгрузки показали, что хорошие результаты для психологической коррекции и реабилитации взрослых. Для взрослых сенсорная комната организовывают в офисах компании, сотрудники которых постоянно подвергаются стрессу, в лечебных учреждениях, для реабилитации, особенно после офтальмологических болезней и психологических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но по информации, которую я хотела сегодня дать, именно такой вот глобальной, у меня все. Сейчас я попробую перейти в ваши вопросы и поговорить именно по вопросам конкретно. Так, по сертификату Татьяна Викторовна ответила. Так, сейчас, еще одну минуточку. Сертификаты, сертификаты. Смотрите, не вызовет ли побочных поведенческих реакций занятие в сенсорной комнате у детей-аутистов? Какие именно побочные поведенческие реакции? О чем вы говорите? Здесь у нас идет снятие агрессии и расслабление. Но побочные поведенческие реакции я уже на протяжении четырех лет занимаюсь с детьми в сенсорной комнате. Именно каких-то отрицательных и негативных моментов в работе и в поведении детей с аутизмом не замечалось. Сейчас сенсорную дорожку можно использовать после сна. Да, почему нет? Сенсорную дорожку мы можем использовать после сна. Это у нас идет активизация наших анализаторов как на ногах, так и если мы при помощи рук используем сенсорную дорожку, мы можем ее использовать после сна. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, в папочку «Вопросы». Вижу ваше спасибо большое. Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо большое за внимание. Да, уголок сенсорного развития отличается от сенсорной комнаты. Это действительно так. Но какие-то элементы сенсорной комнаты мы с вами тоже можем использовать. Так, по записи вебинара к Татьяне Викторовне. Какие игры используются с воздушной колбой? Если вы имеете в виду именно оптическая колба, которая световая, здесь она не для игр, как бы она для создания пузырьковой. А здесь она уже как для создания общего эффекта. С ней мы не играем. Она у нас находится просто рядом для создания сказки эффекта и для создания такой завороженности. Так, по поводу литературы по использованию оборудования. Вот здесь могу сказать честно, именно так не смогу на вскидку сказать. Если хотите, по поводу литературы, я сейчас вот прям в чате вопросов, здесь просто не так быстро все убегает, напишу свой адрес электронной почты, пришлите туда письмо с пометочкой, что литература к сенсорной комнате, я посмотрю непосредственно свою литературу, которую я пользуюсь, какие игры там использую, и я тогда вам пришлю это все. Вот я отправила, посмотрите, в обкладочке мой адрес электронной почты касаемо литературы или каких-то вопросов, потому что уже пора завершать. Вы можете писать туда не сразу, но в течение трех дней я всегда готова ответить. Так. Пожалуйста, очень было приятно с вами работать. Но вижу, вопросов как таковых больше нет. Если будут вопросы, готова ответить на почте. Спасибо вам большое за внимание. Ждем Татьяну... О, вот Татьяна Викторовна продублировала мое сообщение и сюда. Ждем Татьяну Викторовну. И большое спасибо за внимание. Было очень приятно с вами сидеть.